всем привет из северного степного крыма 4 июня 2022 года солнышко вот садится уже седьмой час вечера 35 градусов в тени вот хочу показать эти влажность воздуха повысилась вчера после обеда под вечер прошли хорошие ливни вроде как земля уже все высохла но тем не менее видите пчел уже не выкучиваются так то есть нет бород висящих когда парило перед дождем именно такое бог пчелы выкучивались сейчас уже они не выкучиваются просто уже работают немножко есть там сидят как бы лишние пчелы но это уже дело в том что под вечер это нормально буквально еще пару часов назад вообще никто тут не сидел даже как вот эти вот сидят никто даже не сидел вот семьи которые висели вот там все это висела бороды висели все работает видите то есть это зависит от влажности воздуха вот температура была такая же самая там 35 надо 37 поднимаешь на 35 было сейчас 35 сегодня тоже было выше поднималась просто сейчас уже ближе к вечеру упала на 35 температура в тени но тем не смотрите вот как работает хорошо пчелки покажу вентилируют выпаривают чем взяток с глядичь и лоха отличается от взятка с акации акация очень привредливый такой медонос она с утра например давала хорошо пасека прям с рассвета и такую гул стояла рёв да пчелы полные приходят с нектаром конкретно несут нектар полный битком приходит оказывается к примеру с утра пчела хорошо гудит там часов там до 10 до 11 потом лед спадает а после обеда вообще висят бороды и практически не летают чего он более такой бурный да ну не но у нас именно я про свою местность но акации к примеру до обеда дает все потом нектар высыхает и все потом она получается за ночь остывает там нектар какой-то выделяется пчела с утра пошла не с рассвета опять отлично поработала все как к обеду опять подсыхает нектар и все пчела повисит пчелы повисли висят общем бездействует практически ну получается да взяток вроде бы как более бурный такой как бурный но относительно моей местности взяток более шустрый сейчас пчела просто стабильно работает а то прямо такую ну стоит движуха такая прям конкретная движуха но пчелы два раза меньше летают такая вот разница а сейчас получается вот начинается с утра с рассвета солнышко подымается пчела пошла работать и вот она так вот стабильно в общем идет ну конечно к обеду меньше интенсивность там до обеда конечно все равно высшая интенсивность лёта но тем не менее такой стабильный то есть есть взяток то есть нет такого чтобы они после обеда там ничего не делали взяток идет прямо до ночи до самой ночи то есть взяток похож на разнотравья к примеру от разнотравья у меня тоже цветет пчела работает с рассвета и до заката вот так же самое вот сейчас разнотравья практически толком у меня сейчас нет у меня такой момент именно переломные сейчас вот цветут деревья такая особенность есть на тачке что сейчас разнотравья майское отцвело и июньское еще как бы не зацвело своей массе так именно массово и получается что вот в основном сейчас деревья цветут глядичья лох акация отошла и вот глядичья лох ароматище стоит конкретный такой глядичь и вот ну вот сидишь там кто знает как лесополос из глядичь и цветущие пахнут это в 10 раз умножьте такой вот запах сейчас на пасеке стоит я сижу возле улья стоит просто ароматище глядичь и нектара и пчелки конкретно работает сейчас они молотят акацию подняли до гнезда и конкретно заливаются уже глядичь и глядичь и лох так вот глядичья на мои лох на мои пасеки гораздо более надежный медоносы чем акация акация то дает то не дает не каждый год дает а глядичь и лох дают каждый год стабильно матки урезаны расплода там хватает но как бы маткам толком не десеет то есть расплод по большей своей части сейчас печатный на данный момент и пчелы естественно максимально работают на мед они как бы изолированы на шестерам когда дано матки и у них нет возможности нагонять много открытого расплода который нужно кормить и поэтому пчелы конкретно работают на взяточки вот немножко семья вот это подвисает это этого час началось уже ближе под вечер ну такое а то есть это нормально такое небольшое подвисание под вечер это нормально вот конечно когда последние пару-тройку дней пчелы конкретно прямо висели бородами вот это была жесть когда вы кучу отсюда вся семья вот так вот висела 80 процентов пчелы висела это было конечно жесть но это именно его не это не от ульев зависит нет ничего это в пена уль что в это в ппу же в ппс из когда парит сильные семьи они всегда выкучиваются это нормальная тема то есть там это не в сетках но там глухое сетка неважно в общем они все равно выкучиваются нашей местности и конкретно говорю про нашу местность а вот такие более благоприятные дни когда влажность нормально уже пчелки работают нормально смысле сказать не выкучиваются вот смотрите эта семья висела семья номер три которая матка я говорил облеталась которая в ройку пыталась заходить у нас весной то она залезла уже и работают пчелки работают на взятки принесли неплохо уже меда и принесут еще немало но сейчас получается там какая тема сейчас матка молодая начинает сеять и освобождают расплод весь уже полупился за это время расплода уже там абсолютно нет то есть сейчас только только ну матка вот начало сеять сейчас только открытый расплод будет есть но естественно сейчас немножко как бы но дело в том что я успеваю взять глядичь и успеваю сейчас получается глядичь еще какое-то время доцветает и если эта семья успевает отработать еще на глядичь и потом потихонечку у них уже будет появляться расплод они начнут его кормить это но уже глядичь и она отойдет как бы там пойдет за такую же разнотраве начнет у меня зацветать вот эти все он поднимается ясно водки всякие ну в общем все степь там шандра ясно водки куча разнотраве там десятки разновидностей в общем июньского разнотраве на аромат жаль как вот камера не может передать вам и себе вам передал аромат допустимой захлебнулись такой как пахнет как пахнет нектар из глядичь еще покруче акации акации но один запах такой глядичь и он такой ух 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 обалденные это дикая пчела они там ухо меня дело имеет и послепнешь это короче все нормально заработали то есть получается семья немножко потом это самое сказать ну переключится больше на расплод конечно немножко какой-то будет момент может она меньше будет собирать меда но на повесеньем отлично отработала сейчас деревья добирает она уже шикарно отработала эта семья то уже будет это килограмм 30 на весеннего меда принесет это уже я считаю нормально неплохо для моей местности даже если 30 очко на принесет как минимум то уже будет неплохо плюс впереди еще три месяца товарного взятка еще впереди будет разнотраве там еще в этом году у меня к этому разнотраве еще добавится этот сказать из процед не из процед этот кориандр кориандр вот путаю христи в общем кориандр добавится у меня где-то пишут люди не сильно в нем эксперт но пишут что это к середине лета он засветит середине июня засветет то есть тут уже принципе какой там четвертое сегодня число то есть буквально дней там 10 пчелы будут у меня сейчас получается деревья отходят и сразу за но начинает уже потихонечку зацветает разнотраве и получается плавно взяток перетекает то есть у меня нет обрыва во взятках практически нет редко-редко бывает перерыв два-три дня там между взятками обычно мне один взяток сразу плавно переходит другой взяток то есть одними доносы отцветают и плавно переходит с деревья вот отходят и переходит в разнотраве потом разнотраве к разнотраве добавится кориандр вообще потом где-то там числа с 10 с 15 июля у меня начинается взяток сафора колючки степь если до конца лета сафора длительное время цветет больше месяца цветет до полутора месяца там колючки добавятся и потом получается после сафоры взяток перетекает плавно кермек зацветет осенью и это сурепка 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 осенняя и кермек и до самых морозов там будет потом сурепка и там потом морозы уже прервут взяток ну то есть товарный до конца лета а потом пчелы себе заливается в зиму если бы я это там пчел закармливал бы сахаром или что-то там ну можно было принципе бы откачать но потом холода начинается там как бы возможности откачать особо это нету потом придется по холодам закармливать пчелу тоже бы не вариант поэтому поэтому я осенний мед пчелам да и он быстро садится хотя последние года я смотрю что у них я не садится то есть потому что сурепки стала меньше последних два года две осени последних было сурепки гораздо меньше в разы меньше стала кермека в разы больше а кермек на удивление хотя многие пишут он должен садиться на самом деле мне до весны практически и не сел немножко так кристаллизоваться начал некоторых ячейках а некоторых так жидкий остался до самой весны запечатанных может он есть конечно распечатанный быстрее сел хотя меня некоторые были недопечатанные рамки и тоже жидкий был на так что вот такой вот у меня особенность такая взятка да это с клочков идет небольшие тут поля небольшие клочки небольшие лесополосы все это по чуть-чуть но для небольшой пасеки зато зато длительно то есть выигрываю тем что у меня есть слабый да вот такой взяток вот идет слабый но он стабильный до до самых морозов поэтому благодаря этому я и беру здесь хорошие там от 50 плюс килограмм общем круг обычная бил хорошая года и под соточку вообще спасибо за просмотр всем пока видите пчелки работают стабильно до самой ночи вот они и тут полные приходят падают нектар несут как-то так